Мои хорошие, что я вам могу рассказать? Не знаю даже, когда выйдет этот влог, потому что я решила снимать его не с одного дня. Хотя не знаю, как пойдет, вряд ли нет. Сегодня я не буду много снимать, буду только классные моменты записывать вам. В общем, сейчас я еду навстречу Карине и Маше. Они сейчас находятся в свадебном салоне, где Карина будет мерить платье, а мы с Машей будем говорить, да, супер, нет, не очень, про платье. Вот, и Карина сказала, что она не будет выбирать платье без нас обеих. И это так мило, поэтому я спешу, правда опаздываю немножко. Конечно, у меня эта неделя безумно забита. Это следующая неделя после недели влогов, про которую я вам говорила, что она будет занята у меня и все такое. На самом деле она оказалась не настолько занята, потому что сегодня у меня вроде как тоже что-то должно было быть. Ну, опять все поменялось. Пофигу. Короче, поэтому я еду. Вчера, кстати, я сделала коррекцию наращивания волос, и что самое странное и удивительное, мне не помыли голову перед тем, как наращивать. Точнее, когда делаю Голливуд, не обязательно мыть голову, просто расплетают косички, заново их заплетают, пришивают трессу. А когда делают капсулы, ну, обязательно вроде как нужно мыть, потому что мне всегда обязательно мыли голову. Но в этот раз мастер сказал, что нет времени и типа все ок будет. Ну, я думаю, что будет все ок, вряд ли, типа что-то прямо у меня отвалится. Но в любом случае из-за этого у меня грязная башка. Встала я сегодня рано, уже два или три дня подряд пью таблетку от головы, потому что башка болит из-за давления и все такое. А сегодня еще, кстати, офигенская погода. У меня сейчас вообще пишет 5 градусов. Знаете, что самое крутое? Несколько дней. Встаю уже достаточно рано, мало сплю, но что поделать. Несколько дней у меня не работала брызгалка на стекла передние, чтобы мыть стекла и все такое. Она просто не работала. Я такая, типа, что за фигня? Неужели она заморозилась? Хотя, ну да, погода была минус, но что-то для меня это было совсем удивительно. А у меня уже машина пять раз разморозилась, стояла на подземной парковке. То есть мне казалось, что можно было уже разморозиться. И, короче, прикиньте, я уже такая думаю, ну все. Вот реально три дня не работала, и, слава богу, не было ни дождя, никакой жести, чтобы стекла были грязные, потому что у меня бывали такие ситуации, когда у меня закончилась вода, еще что-то, я еду, а там просто метель, ураган, дождь. Я просто ничего не вижу. И сегодня я уже такая думаю, все, сейчас наберу в термос кипятка, спущусь, начну их заливать, эти штуки, чтобы они размораживались. В итоге просто сажусь такая в машину, начинаю мыть стекло, и хренак все работает. Думаю, ну ничего себе. Ладно, вам, наверное, это не очень интересно, но для меня это была проблема дня три. Я уже думаю, ладно, сейчас поеду машину помою, чтобы мне там все промыли, откипятили, как там. Сейчас будет у меня большая проблема с тем, чтобы найти место, парковку, потому что девочки говорят, там жесть, и какой-то калмаз на меня едет. С ума сошел. Завтра, 11 февраля, мы со Славой едем сниматься в шоу Нука все вместе, в финал. И самое жесть заключается в том, что там 17 финалистов. То есть, когда мы приходили на программу, которая снимается где-то 6 часов, а Слава вообще один раз приходил с утра до ночи, в каждой программе типа 8 человек. В общем, финалистов 17, и мы будем тоже с утра до ночи, и это просто жесть. А еще мне нужно ставить машину, чинить. Я пока не могу, поскольку завтра мне обязательно нужна машина на всем этом мероприятии, поскольку надо, чтобы в машине была еда, вода, вкусняшки, переодеться. Вот, а еще мне нужно будет быть нарядной, и это тоже такая большая проблема, поскольку у меня нету каких-то классных платьев новых. Но я, честно говоря, вообще не хочу в платье быть. Я хочу просто, может быть, костюмы и какой-то нарядный верх. Не знаю, не знаю, но мне кажется, что там надо быть прям очень и очень супер красивый, нарядный, типа в платье прям реально. Мне-то не очень хочется. Вот, а позавчера я сделала коррекцию наращивания ресниц Ванни Ключко, как обычно. А волосы я делала 4Hair. Кто не знает, я очень люблю эту студию, вообще эти две студии. А 4Hair, это, кстати, была первая студия наращивания волос, куда я пришла наращивать волосы еще не знаю сколько лет назад. Мне там сделали волосы, я влюбилась, я просто обалдела. Я помню то ощущение, когда я первый раз нарастила волосы, поскольку мои были короткие, вот типа такие, ну, может, чуть подлиннее вот такие, не знаю. И меня наращивают 50 сантиметров, я такая... Вчера я дома убиралась, причем из-за того, что вчера я вообще супер не выспалась, тоже, как обычно. Я приехала домой, когда после волос, мы еще со Славой сходили за продуктами в магазин, и я легла спать. Ну, я недолго спала, конечно, где-то на час вырубилась, причем вместе с Евгеной она у меня лежала, прям вот так вот я легла, и она у меня тут лежала такая маленькая, вся белка. Вот, и мы с ней вместе дрыхли. Потом я встала, заставила себя встать, чуть-чуть чай попила, и начала убираться, и начала монтаж видоса, где мы смотрим старое видео с Кариной. Вот, начала, но не закончила, поэтому сегодня нужно будет его доделать. Я бы хотела его поставить завтра, вообще хотела его поставить максимально рано, максимально скоро, после недели влогов, потому что я очень расстраивалась из-за недели влогов. Все такое, хотела скорее что-то выставить другое, чтобы читать комментарии там других, хотя под последним влогом седьмым не было негатив. Ну, там что-то было, но не так, чтобы сильно расстраиваться. Почему я расстраиваюсь из-за комментариев? Потому что чаще всего я думаю, что люди правы. Это раньше у меня было такое, знаете, Знаете, типа, вы вообще не понимаете меня, да вы чё чушь пишете. А сейчас действительно, если, ну, я вижу какой-то негатив в том плане, что вот это скучно, это неинтересно, я верю в это. И мне грустно поэтому, потому что, скорее всего, да, так и есть. А ещё зацените мой шарфик, как же он мне нравится. Я в него влюблена, он, кстати, из магазина Collins. Мне так нравится вот эта расцветка, я его когда увидела, я такая... Просто это, знаете, по сравнению с моим чёрным шарфом обычным, который уже весь в катушках. Ну, я просто к шарфам так отношусь, типа, ну, чё с ним, чё с него взять, чё с ним делать. Вот, а ещё из-за того, что я грустила, Слава вчера взяла и подарила мне большой шарик единорога. Это очень мило. Самое угорное, что у нас Вила очень боится шариков, точнее, она боится, она их ненавидит. Она может прийти в комнату там, где шарик, и начать на них лаять, рычать. Хотя она у нас очень добрая собачка, она никогда не кусается, там ничего такого не делает. Ну, в общем, это забавно. В общем, ладно, я уже поезжаю, мне пять минут осталось. Самое главное — это найти место, найти парковку. Это будет сейчас просто такой квест, челлендж для меня. Ну, для церкви оно слишком пышное, мне кажется, да? Иди по плечам открыто. Ну, да-да-да-да. Это платье не зашло, но оно просто простое, да? Ну, да, максимально простое. Ладно, я хочу то платье, за которым ты сюда приехала. Это 80 метров. Такое пышное, пипец. Как, ты не нравится? Не-не. Ну, я не могу сказать, что я прям в восторге. Надеть к нему все запчасти, у него там еще. Просто к нему идет ремень, баска такая безумная какая-то. Ну да. Фэшн рукава, хотя бы так, родители. Не, мне в общем, рукавов. Не. Вот такие рюшечки. Ну да, я хотела на себе это попробовать. Я просто видела с чем-то таким, ну, платье с такими рюшечками. Они просто очень эффектно выглядят. В том плане, что очень объемные. Ну, я думаю, ради интереса кого-то. Ну, конечно. Ну, прикольно. Ты как будто, знаешь, я из детских фантазий из ванны в пене вылезла. Ну, что-то такое необычное, да. Ну, типа, конечно... Мне очень нравится еще вверх, там блестки очень красивые. Ладно, раздевайся. Ну, оно интересное, да. Но в целом. Потом отрывы лично и в 5. По лицам вижу, что мне не в восторге. Мне нравится вверх. Ну, он очень колючий. Но мне не нравится, как внизу идет юбка. А там внизу что светится? Там еще... Подними верхний слой. Ну, не знаю. Ну, вверх мне нравится, скажу честно. Мне не нравится, что оно так вот идет грубо внизу. Ну, на любителя. Ну, да, не знаю. Короче, мы решили поехать на одной машине. На Карининой. Моя пока будет стоять на парковке. Сейчас мы поедем. Карине нужно соском оплатить. аренду помещения, где у них будет свадьба. Какую-то там часть, да? Что-то предоплата типа. Да, надо деньги снять, девочки. Клево. Ты сегодня планировала день. Карина с соском оплатят, что им надо. Мы поедем в такой вот магазинчик. Посмотрим мне нарядик. Мы сейчас приехали. Как называется? О, май лук. Да. О, май лук. Я обмоталась шарфиком. Как бабушка. Реально. Потом 13-го мы идем на мероприятие. Мне тоже нужен наряд. Поэтому мне нужно два классных наряда. Сейчас где-то 7 часов вечера. Даже ближе к 8. А вон я вижу вроде что-то какие-то наряды. Спой что-нибудь из репертуара Филиппа Киркорова. Блин, я все сразу забыла. А вот это у меня вообще мало. Тебе что-то мало? И мышки. Смотрите, как красиво. Они говорят, не подходят мне это. Я тебе буду упорно говорить, что оно не подходит. Потому что это я тебе сказала, что я мечтаю его надеть на свой день рождения. Нет, на самом деле на завтра оно реально не подходит. Но даже на камере так снимаешь. Карина продолжает подборку свадебных платьев. Я не знаю, потому что она такая модная. Вот это померяй. Она короткая. Тебя же там видно по пояс. Ну да, в принципе, короткая. Ты можешь даже с кроссовками его надеть и забить. А тут тебе с каблуками придется ходить весь день. Нет, никто не увидит мои каблуки. Я буду так ходить. Настроение Жени, которая отдает потом его в химчистку. Нет, никто не увидит мои каблуки. Такая идет там по платью. Пофиг. Платье снимай. Оно очень открытое и пошлое. Но ты нежная, вдохновленная цветами. Ты вот только тебе длинная. Но ты такая неплохая. Милая, нежная. Это ты уже на каблуках стояла? Поменьше. Вообще не хочу на него смотреть, потому что его можно булавкой застегнуть. Иди, Мерий. Иди, Мерий. Вот так булавкой застегнул. Раз и два. Иди, Мерий. Я буду постоянно переживать, что у меня сиси вылезут. О, это тут так красиво. Что? Сейчас. Да, есть. Это меняет тело. У меня с ума сойдут. Как его завязывать? Он будет к стену так сидеть? Ну, да. И переживаешь, что что-то будет везде. Вот такой вот комбинезончик мне понравился на завтрашнее мероприятие под названием Ну-ка, все вместе. И я хотела именно комбинезон, а не платье, потому что мне завтра с утра до ночи надо будет там быть. Блестит классно. Есть там еще свет офигенский. Да. Постоянно светит. И у меня будет постоянно на лице, и вокруг я такая, ой, да, голосую. Ну, круто, да. Всем привет, ребята. Это второй день. Но второй день не в реальной жизни, как бы было, типа, то, что вы посмотрели в начале первый день, а это то, что происходит на следующий, нет. На самом деле, тот день, который вы видели до этого, и этот день между этими днями 10-11 дней. Прикиньте. В последнее время я очень нервная, и даже сейчас я сижу, и мне кажется, что у меня какой-то острый кусок в глазу, и, возможно, там ресницы или что-то такое, и поэтому я очень сильно нервничаю, бешусь, постоянно злюсь. Сидела где-то час, снимала для вас видео, где я показываю все вот эти сумки, которые сейчас в разбросанном ужасном состоянии. Снимала-снимала, потом решила, ну, все, я сняла, сажусь за монтаж, смотрю, и я понимаю, что мне не нравится все. Мне не нравлюсь я, мне нравится, как я накрашена, мне нравятся мои волосы, мне нравится, как я одета, и вот опять что-то мне в глаз мешает, и мне хочется просто взять его и вырвать. В общем, как вы поняли, я очень нервная, именно поэтому где-то неделю у меня реально ничего не выходило, я ничего не снимала, мне просто нужно было взять какой-то перерыв. Я даже не знаю для чего, потому что у меня были классные мероприятия, места, куда я ходила, классные насыщенные дни, которые я могла бы вам снимать, показывать, но я не хотела ничего снимать, потому что я себе не нравилась. У меня куча прыщей вылезла из-за того, что где-то неделю подряд я практически постоянно питалась в Макдональдсе, из-за того, что просто удобно заезжала, брала себе что-то, ела и ехала дальше. Короче, я жутко злая, меня все бесит, и вроде как все нормально, из чего бы мне беситься, но я чувствую, что как будто бы какое-то давление, я даже не понимаю, хотя сегодня даже погода хорошая на улице была. И сейчас я понимаю, вот реально просто чувствую всем своим душевным состоянием, не знаю, я хочу куда-нибудь улететь. Мне надоела Москва, она меня бесит, раздражает, мне заколебала здесь тупорылая погода, меня все бесит, я просто злая, психованная истеричка. А теперь я покажу вам свои сумки. Вот, ладно, на самом деле просто я не знаю, что происходит, в целом реально все нормально, нет никаких поводов для того, чтобы я была такой нервной, но на протяжении нескольких дней я чувствую какое-то напряжение внутри себя, как будто бы мне реально нужен какой-то релакс. Его у меня нет, и каждый мой день, вроде даже если он не напряжный, мне не надо рано вставать, я чем-то недовольна. Меня бесит, что я недовольна постоянно чем-то, и я не знаю, как это изменить. Сегодня я накрасила себе стрелки, купила недавно себе типа фломастер, которым рисуешь стрелки, я это делать не умею, но в принципе то, что я нарисовала, мне нравится, но каждый раз, когда я крашу себе стрелки, это бывает очень редко, я убеждаюсь в том, что они мне не идут, все это хрень собачья, единий вид. И вот когда вот так вот, нормально, но как только я делаю вот так, и стрелки сразу не видно за моим нависшим веком, мне всегда кажется, что у меня нависшая века, я хочу сделать коррекцию наращивания ресниц, потому что у меня уже много чего выпало. В общем, как вы поняли, я на нервах. И меня бесит то, что у меня неделю ничего не было на канале, и меня бесит, что я занимаюсь какой-то херней, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным в своей жизни. Я не знаю, как это изменить, я просто хочу куда-то уехать, перезагрузиться, и просто я не знаю, я не знаю, чего я хочу. Психанула, и конечно же, я ненавижу перезаписывать видео, но я хочу сделать то, что я запланировала, поэтому я вам еще раз расскажу про сумки. Я рассказывала об этом где-то час, и реально из-за того, что я просто не нравлюсь себе на камере, я решила нахрен все это снести и перезаписать, и переодеться, к тому же, потому что там я выгляжу не очень. Я просто коротко расскажу вам про сумки, покажу вам сумки. И недавно я реально заплакала даже, представляете, просто от того, что я устала. От того, что я не выспалась, устала, я вся была загруженная какой-то фигней, типа, ой, мне надо сделать это, то, все, пятое, десятое, ой, я должна туда-сюда. И я просто заплакала. Конечно, это длилось, блин, минуту, может, даже меньше минуты. Просто пошли слезы, я такая, надоело все это. Вот так. Сейчас я хожу вот с этой сумкой из магазина Карл Лагерфилд. Тут все это написано, Карл Лагерфилд. Карл Лагерфилд. Эта сумка мне нравится, потому что она напоминает мне ведро, и я хочу, чтобы вы написали свое мнение об этой сумке в комментариях, потому что я думаю, что мнения разделятся. Кому-то эта сумка понравится, а кто-то ее засрет и скажет, что это просто, что это такое. Но мне нравится именно то, что она выглядит как ведро. Понимаете? И самый кайф, что, в принципе, ее можно носить вот так, то есть сделать ее длинной. Но я не уверена, что я хочу именно так ее носить. Мне кажется, что я хочу ее носить именно как ведро. Вот это все отцепить можно. Ну, необычный, а прикольный такой мешочек внутри, который закрывается, открывается. Здесь у меня лежит то, что я сейчас с собой ношу, поскольку эта сумка у меня новая, поэтому я сейчас с ней гоняю, и она мне нравится. Тут у меня сережки, кольца. Паспорт мой. Штучка с деньгами, с карточками, всякая такая фигня. Ключи от машины, наушники, резинки для волос, и вот такая вот штучка для губ. Все, что лежит у меня в этой сумке. В принципе, мне больше ничего не нужно. Также я сюда еще кладу ключи от дома. Она мне очень нравится, она классная. Стоила где-то 20 с чем-то тысяч. Следующая сумка тоже Карл. Я думаю, что вы ее знаете у меня. Кто следит за мной в Инстаграм, на Ютьюбе тоже давно смотрит. Это поясная сумка. Она у меня чуть меньше года. Вот такая вот поясная. Классная. Цвет прикольный. Была еще такая черная, но я решила взять вот такой вот оттенок. Она также регулируется. Можно сделать короче. Для нее единственное, что мне не нравится в этой сумке, что у нее вот такой хвост висит, и куда его убрать, хрен пойми вообще. Я не разбираюсь в этом, поэтому мне приходится его как-то вот здесь вот прятать. Кто разбирается, куда этот хвост задевать, то расскажите, потому что я абсолютно не разбираюсь. Много сумок будет у меня от бренда Карл Лагерфилд в этом видео, потому что у меня их реально много. Я вообще обожаю этот бренд. Следующая сумка тоже Карл. И она у меня тоже новая. В принципе, могу сказать про эту сумку, что она мне безумно нравится тем, что ее можно носить как и с джинсами, там с пиджаком, знаете, из разряда, не знаю, свитер. В общем, что угодно. Но также, мне кажется, она такая спортивная из-за вот этой вот надписи и вот этой штуки. Не знаю, с чего я это решила, но она не выглядит обычной, просто черной какой-то деловой сумкой. Она как раз-таки напоминает мне какой-то даже больше спортивный стиль. В кроссовках, в спортивном костюме, с сумочкой такая пошла на стрелку. В общем, классная. Я с ней уже один раз выходила, поскольку эти сумки у меня появились недавно. Вот это и ведро. Пока что я хожу с этими сумками. Ну, по очереди, по настроению. Здесь мне что нравится, то, что вот так вот открывается здесь. Несмотря на то, что она большая, она не такая уж прям широкая, как будто бы не такая уж вместительная. Хотя сюда можно много чего вместить, но, в общем, вот такая. Не знаю, видно вам или нет. Также здесь есть ремешок, который можно прицепить и тоже ее носить как бы на плече длинный, но тоже не уверена, что я хочу носить вот такую сумку так. Мне кажется, такие сумки с ремешком прикольнее лично для меня носить, когда они меньше намного по размеру и формы, наверное, другой. Хотя фиг знает, но как-то не представляется она мне. Точнее, я не хочу так носить, поэтому буду носить ее вот так вот в руке. На плечо я такие сумки обычно не ношу, хотя ее тоже можно так носить. Так что вот прикольная модная сумочка, мне она очень понравилась. Нравится, что здесь вот такая висюльчика с Карлом. Ее можно снять, можно ее сделать так, чтобы черная висела, можно снять, а можно перевернуть вот так вот, чтобы был рисунок. Мне нравится. Кстати, также на мне футболка тоже из магазина Карл, недавно взяла. И мне очень нравится, что здесь, не знаю, как это называется, эти вот кубики прикольные, короче, прикольные. У Карла Герфелд, во-первых, открытие будет в магазине, в авиапарке 28-го числа. Ну, кстати, там магазин уже открыт, но типа официальное открытие, насколько я знаю, на которое я тоже иду, будет 28-го. Поэтому еще у них новая коллекция, она типа с пикселями связана, пиксельная какая-то такая тема, тематика. И вот это тоже из новой коллекции, мне понравилось. Так, что дальше, что дальше, давайте сразу я вам покажу все, что у меня есть от Карла. Так уж, раз уж мы так поехали. Это моя любимая сумочка, маленькая, от Карла, но носить ее нужно не так, хотя так тоже, я думаю, можно ее носить, но я так никогда не ношу. На самом деле, это поясная сумка. Она очень невместительная, сюда максимум, что поместится, это, я не знаю, капли в нос, ключи от дома и блеск для губ. Здесь ремешок вот такой. Ну, короче, понятно, что я не буду сейчас ее прицеплять. Примерно вот так вот все это выглядит с ремнем. Я думаю, что, опять же таки, кто следит за мной в инстаграме, в ютубе, вы видели, потому что эта сумка у меня не новая, ей уже, ну, около года, не знаю, что-то такое. Я ее, на самом деле, очень люблю, но сейчас, понятное дело, во-первых, даже не сезонно ее носить, поскольку, типа, зима, я хожу в куртках теплых, больших. Ну, и как-то, что, ее под куртку прятать такое себе. Следующие две сумки я хочу вам показать. Я их купила давным-давно в Лондоне, когда у нас еще в Москве не было ни одного магазина Карла. И это вот такие вот сумки. Я просто влюбилась в этот магазин еще очень-очень давно, не знаю, года три назад. Две вот такие сумки у меня. Одна с таким вот изображением, вся в блесточках. Тут написано Карл, тут Love. Она тоже вообще не вместительная, понятное дело. Хотя, вроде, открываешь и кажется, что вместительная. Но, на самом деле, нифига, сюда даже телефон не положишь. Поэтому это такое. Я такие сумки не очень люблю, именно для жизни, понятное дело, что сюда положишь. Даже ключи, блин, от машины. Только, наверное, ключи и поместятся. Поэтому это только если на какой-то выход, для фоток. Ну, и вот точно такая же белая сумка. Тут тоже написано Карл, но она белая. И здесь вот так, Carl Lagerpild. Вот так. Так что вот такие две сумочки. Но, в принципе, я с ними гоняла с кайфом. Учитывая, что обычно у меня немного всяких с собой штук. Мне надо брать только паспорт, штуку для денег. То, что я вам показывала. Так что, гипотетически, в такую сумку я могу уместить то, что мне нужно. Остальное по карманам раскидать. Тот же телефон у меня всегда в руках. Также еще есть у меня вот такая сумка от Карла. Но я ее, честно говоря, не ношу уже давно. Хотя, когда она у меня только появилась, я безумно кайфовала. А сейчас я понимаю, что на самом деле мне не нравится вот это. Вот такие штуки мне что-то вообще не нравятся. И форма мне нравятся, эти сумки. Но было бы прикольнее, если бы вместо такого ремня здесь была цепочка. Не представляю, честно говоря, как бы это выглядело, насколько бы классно это все выглядело. Но мне больше нравятся цепочки в последнее время, чем вот такие вот большие типа ремни. Хотя она прикольная. Мне нравится, что она вот такая, типа как лаковая, я не знаю. Здесь у меня куча мелочи. Жвачка, всякая фигня. Сумка эта у меня в шкафу лежит. Ну, может быть, даже и когда-нибудь ее поношу еще куда-нибудь при случае. Также еще есть у меня вот такая маленькая сумка. Это Томми. С цепочкой. Эту сумку мне дарила Катя Адушкина на день рождения. Один из подарков ее был. Она классная, хоть и маленькая, но сюда даже поместится мой телефон. Что самое удивительное. Вроде бы, да, по размеру одинаковые. Но вот в эту фиг чего поместишь из-за того, что она твердая. А сюда можно прям нормально всего положить. И она мне тоже безумно нравится. Под джинсами. Мне кажется, это просто восхитительно. Я с ней, кстати, очень долго ходила. Но поскольку я такой человек, типа, знаете, у меня появляется новая какая-то вещь, которую я люблю. И не хочется возвращаться к старым. Не потому что мне старые вещи не нравятся, а потому что я настолько сильно люблю новые. В общем, не знаю, кто такой же, напишите в комментариях. Поэтому всегда сложно вернуться к старым сумкам. Это сумка от Фурлы. И, честно сказать, это не совсем моя прям тема. Такие сильно разукрашенные сумки. Но мне показалось, что это прикольно. И я могла взять такую сумку. По-моему, была черного цвета. Или красного еще были. В общем, я не помню. Но почему-то тогда я решила, что хочу вот такую. И, в принципе, если вы в какой-то более-менее однотонной одежде, не сильно цветастый. Например, ну, не знаю, в той же белой. Честно говоря, не знаю. Очень уж цветастая. Но прикольно. Также можно ремешок поменьше сделать. И вообще, мне, конечно, больше нравится в последнее время вот так вот сумки носить, чем через плечо. Не знаю. Следующая сумка. Это просто моя любовь. Реально безумно люблю эту сумку. Она входит в топ-3 моих самых любимых сумок. Это Фурла. Это поясная сумка, которую можно регулировать под себя. И поскольку я достаточно худая, я ее затягиваю прямо на самую последнюю цепочку. Вот что мне еще больше всего нравится в этой сумке, то, что ее можно регулировать под себя. И вот так вот ходишь. Она очень вместительная. Просто супер вместительная, я бы даже так сказала. Я ее, конечно, заносила конкретно. Но она пока еще в нормальном состоянии. Сейчас, конечно, я ее тоже особо не ношу. Поскольку, ну, под курткой. Что ее под курткой, что ли, носить? Но она реально крутая. И мне ее дарила слава. И это реально моя одна из самых любимых сумок. И я жду, когда потеплеет, и я стану снова ее носить. Дальше я хочу вам показать одно из моих разочарований. Это сумка от Michael Kors. Мне нравится бренд Michael Kors. И я эту сумку покупала, наверное, больше трех лет назад. Она мне понравилась и показалась такой, вау, круто. Я подумала, блин, рискну, возьму сумку такую оляпистую и все такое. Но вот эти вот все цветочки, стразинки потихоньку начали как-то отваливаться, цепляться за все подряд. И, конечно, это было очень грустно и неприятно. Хотя, вот вроде она прикольная, да? А вроде что-то с ней не так. Я думаю, что все это из-за того, что очень много всяких цветочков. И, как-то, знаете, я ее не особо много носила. Здесь вот такая цепочка. Следующая сумка, конечно же, моя любимая. Я вам ее показывала во всей красе. Сделала целый обзор на нее. Это сумочка от Gucci. Моя любимая. Я с ней ходила с того момента, как я ее купила. И просто не убирала ее никуда, ни в шкаф. Ничего, просто с ней постоянно ходила везде. На мероприятия, в кино, за кофе, погулять с собакой. Настолько я ее люблю, настолько мне нравится этот принт. И кто не видел, посмотрите мои видосы, где я покупала эту сумку. Там я подробно ее распаковываю, показываю. Ну, про нее сказать много ничего не хочу, потому что она просто офигенная. И она также входит в топ-3 моих самых любимых сумок. Следующая сумка от Louis Vuitton тоже моя любимая. И также я снимала на нее распаковку, как я ее покупаю. И она также входит в топ-3 моих любимых сумок. И она побольше. Ну, короче, не знаю, думаю, что вы ее уже видели, поскольку у меня есть целое видео о том, как я ее покупаю, распаковываю. И я просто ее безумно люблю. Она очень классная, очень прикольная. Ее тоже, кстати, можно и с спортивным костюмом классно носить, и с деловым костюмом. Поэтому очень-очень крутая и любимая. Итак, у меня села камера, и это был еще один пол для того, чтобы попсиховать. Но я спокойна. В общем, давайте продолжим. Я остановилась, я даже уже какие-то сумки отнесла в шкаф, пока камера немножко заряжалась. А я остановилась на этой сумке от Pink. Я думаю, что вы все знаете этот бренд. И мне тоже, кстати, нравятся их сумки. Но в последнее время такие формы это не совсем то, что я хочу. Хотя сумочка прикольная. Очень нравится. Она достаточно вместительная. Также мне не очень нравится, когда вот так вот открывается. Все нужно сначала вниз потянуть, потом открыть. Ну, в целом норм. Я просто люблю, когда быстро и удобно можно открыть сумку. Не знаю, зачем. Ведь из нее могут что-то украсить. Много сказать про эту сумку не могу. Сейчас я ее не ношу. Но, может быть, еще буду носить. Она у меня в идеальном состоянии. Вообще, в принципе, у меня большинство сумок в идеальном состоянии. За исключением нескольких очень старых сумок. Я сейчас вам одну такую покажу. Например, вот эта сумка от Furly. Я ее очень сильно любила раньше. Такой вот мешок. Видите, в каком она ужасном состоянии. Я думаю, что, в принципе, ее можно привести в нормальный вид, если ее чем-то забить и так оставить, чтобы она как бы расправлялась. Но вот как бы вот мешок, он и есть мешок. Раньше я была в восторге от этой сумки. Она мне безумно нравилась. И, в принципе, она не испорченная, нигде ничего там не поцарапанное. Но только вот один минус того, что она погнулась, помялась вот так. И поэтому, конечно, я ее тоже не ношу. Но на самом деле не поэтому я ее не ношу, а просто потому, что в какой-то момент мне надоели вот такие сумки типа мешок. Хотя я купила себе что-то подобное в Louis Vuitton. Но все-таки в Louis Vuitton она как мешок, но она все-таки более твердая, что ли. Не знаю. Ну и расцветка, понятное дело. Поэтому нужно, конечно, ей заняться. Я думаю, что если я приведу ее в чувство, и она откроется для меня с новой стороны, более хорошей, более идеальной, то, может, я снова начну ее носить. Но пока что не ношу. Она просто у меня в шкафу ждет какого-то своего счастливого дня. Следующая сумка бренд Patricia. Честно говоря, я не знаю, как правильно произносится. Patricia Pepe, Patricia Pepe, Pepe. Не знаю. Но мне безумно нравится эта сумка. Она очень вместительная. Здесь такие магнитики. Мне нравится, что здесь вот такая вот букашка висит. Вот так. Вот так. И, кстати, к ней еще есть ремень. Не помню, куда его прицеплять. Он у меня в шкафу. Я просто забыла его принести. Но есть, короче, ремешок, который удлиняет эту сумку. Тут тоже есть такой кармашек. Но он не очень удобный. Мне очень нравится ее цвет. Я с ней ездила в Испанию, когда мы с Кариной ездили с тест-тур. Ну, просто прикольная сумка. Такая простая. Но при этом реально мне безумно нравится, что здесь торчат ножки этой букашки. Прикольная. Следующая сумка вообще даже не знаю, что про нее сказать. Я просто безумно счастлива, что у меня есть сумка с рисунком моей собачки. Это, можно сказать так, близкий человек к моей семье. Близкий человек к моей семье. Девушка, она занимается рисунками, рисует на сумках, кошельках, там, маленьких сумочках, рюкзаках. В общем, всякие такие штучки. И это она нарисовала вивочку вот на такой сумочке, которую тоже можно отцепить, носить вот так вот. Но, понятное дело, я с такой сумкой прям не гуляю, да, в Москве. Но, думаю, что когда станет потеплее, ну, в принципе, она прикольная, да. Обычная, там, черная кожаная сумка, только с рисунком моей любимой собачки. Вот. И мне нравится, что у меня есть такая сумочка, несмотря на то, что, конечно, я с ней постоянно не гуляю. Я думаю, что, когда потеплее, то мы с Евгеной будем гулять, будет прикольно взять собачку с собой, сумку с собачкой. Поэтому прикольно. Еще одна сумочка моей коллекции, которую, к сожалению, я не ношу. Это сумочка Coach. 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 Она прикольная, но ее цвет, к сожалению, ни подо что в моем гардеробе не подходит. Я эту сумку не покупала, мне ее подарили, поэтому выбирать не приходилось. И в целом она мне нравится, но я реально не знаю, подо что ее носить. Тут еще есть ремешок, его можно зацепить, и она будет длинная, типа как через плечо. Мне нравится то, как она блестит. Ну, типа она прикольная, но ее цвет, я не знаю, у меня нету ничего с таким цветом. Да, даже если какая-то кофта найдется с таким цветом, то все равно как-то не знаю, с чем ее носить. Вот вообще не знаю. Это все сумки, которые я хотела вам показать. У меня есть еще там какие-то сумки высоко в шкафу. Очень старые от Michael Kors. Фурла, по-моему, тоже. Вот, но я решила их не доставать, потому что они настолько старые, что даже нет смысла их показывать. Там, по-моему, две или три сумки такие вот. Какую-то часть сумок я подарила, отдала, которые не ношу. Много старых сумок отдала. На самом деле я могу сказать, что у меня много сумок. И не знаю, сколько по количеству я вам показала. Но, допустим, 40% от этих сумок я ношу. Все остальное я не ношу. И как будто бы, я не знаю, либо я жду, когда мне эта сумка пригодится, либо просто она у меня далеко в шкафу стоит, я ее не замечаю, не вижу, и поэтому я ее не ношу. В общем, не знаю, странно. Но самые любимые сумки я вам показала, назвала их самыми любимыми. Пока я с вами не попрощалась, хочу поделиться с вами тем, что я зависимо стала от сериала. Ривердейл, и я очень долго сопротивлялась, не смотрела этот сериал. Когда все его смотрели, все везде писали, ой, новый сезон, батюшки. А я мне вообще было пофиг. Я, знаете, такой человек, я могу не смотреть сериалы, блин, год. Вообще мне пофиг на сериалы, просто кино посмотреть, там еще что-то. Не знаю, прикольчики какие-то, шоу на ютубе. Но как только я нахожу сериал, который мне нравится, мне безумно сложно от него отцепиться. Я думаю, что многие меня понимают, кто тоже любит сериалы смотреть. Сложно, безумно сложно. Я думаю, что скоро он у меня закончится, и тогда я снова начну работать. А сейчас мне предстоит смыть как-то эти стрелки. Надеюсь, что не сильно повредить нарощенные ресницы. Единственный минус нарощенных ресниц, что когда смываешь стрелки, потом можно остаться без нарощенных ресниц. Точнее, они будут еще быстрее выпадать, отваливаться, вот. И пишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вы от меня ждете. Влоги, челленджи, теги, разговорные, смотрю старое видео, там еще что-то, еще что-то. Короче, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что, ну, я просто хочу знать, что вам будет интересно. Также я хочу поехать на дачу в ближайшее время и там тоже снять какое-то видео. И помимо того, что я хочу снять там видео, я хочу еще снимать, типа, влог с дачи, вот это вот все. Короче, думаю, идей много. Я, на самом деле, безумно жду, когда уже потеплеет, прямо будет постоянно солнце. И такая погода, как вот, например, сегодня было 9 градусов, сухо, солнышко. Это просто благодать. Я обожаю такую погоду. Она меня заряжает, мне хочется выходить из дома, двигаться, снимать, кайфовать. Поэтому, в общем, погода будет нормальной по-братски. В общем, вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Я сразу извиняюсь за то, что где-то недели у меня не было на ютюбе. Меня это саму бесит. И я просто очень хочу нести позитив и добро. Но в последнее время я не знаю, что со мной случилось. Вот реально у меня был такой какой-то период негатива. Самой к себе. Просто вот смотрю на себя в зеркало и думаю, фу, ты отстань. Ну, короче, просто хочется как-то поменять обстановку в жизни. Не знаю, куда-то реально уехать, отдохнуть. Отдохнуть не так, что типа лежать на диване, а просто, да не знаю, в какую-то поездку поехать прикольно. В какой-то тур интересный, экскурсии. Ну, что-то такое мне хочется. Духовно, душевно, я не знаю, духовно развиваться, душевно отдохнуть. В общем, что-то такое. Чего-то такого мне не хватает. Потому что отдых физический, он для меня фигня. Мне больше нравится отдых именно. Духовный отдых, я не знаю. Хочется увидеть что-то прекрасное, расслабиться у себя там в голове, а не физически. Короче, вы поняли. Загрузила вас. Поэтому хочется хотя бы на дачу съездить в ближайшее время, подышать свежим воздухом, зарядиться свежим воздухом. В общем, ладно, ребята, я с вами прощаюсь. Я что-то безумно устала переснимать видео. Сейчас надо все это смонтировать. Я надеюсь, что вам это было интересно. Если так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. И я с вами прощаюсь, но ненадолго. Я хочу снимать видосы почаще. И вот прям завтра уже выходной. Точнее, для вас уже сегодня, когда вышло это видео. И хочется поехать куда-то, погулять в парке. Я не знаю. Короче, ладно, все. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok